На соревнованиях в стрелковом клубе проводят необычные дуэли. Перед стрелком стоит четкая задача – сбить все мишени, опередив своего оппонента. Здесь можно почувствовать себя настоящим ковбоем, потому что стрелять нужно быстро, метко и не сжигая патроны впустую. Готовы? Внимание! В Центре военно-патриотического воспитания «Саровская пустынь» секцию по стрельбе открыли в сентябре прошлого года. После шести месяцев обучения вышли на новый этап подготовки своих воспитанников в соревновательный. Дуэль была третьим и финальным испытанием. На арене боролись претенденты на третье и первые места. Три этапа было, три учебных упражнения соревновательных. Два коротких, одно среднее. Короткое оно до 12 выстрелов, среднее упражнение от 13 и выше. Соответственно, почему именно такой формат и небольшое количество упражнений, потому что первый раз им главное сейчас понять всю механику проведения и участия в соревнованиях. Они сейчас больше учились, чем участвовали в соревнованиях. Стрелков разделили на три возрастные категории. До 11 лет, от 11 и до 17 и от 18 лет. Помимо воспитанников секции, принять участие в соревновании мог любой житель Сарова. Обязательные условия – наличие необходимой экипировки. Пистолеты, страйкбольные кобуры, паучеров. Победитель во второй возрастной группе Иван Габелев стрельбой увлекается больше двух лет. Поэтому сразу после открытия новой секции решил в нее записаться. Попадать в мишени, по его мнению, очень просто. По-моему, просто совмещать в цели камушку и наводить на мишени. Соревнование меня вытащило на первое место только в дуэли. Не будь в дуэли, и Дима занял бы первое место. Он у нас лучшей секции, но по дуэлям у него заклинил пистолет, и у меня получилось выиграть. Несмотря на то, что для многих воспитанников это первое соревнование, ошибок практически не было. Лишь одного стрелка дисквалифицировали за нарушение угла безопасности. Проверить свою меткость решили и родители юных спортсменов. Всего в соревновании приняли участие 17 стрелков. На награждении, помимо грамоты и медалей, все спортсмены получили сладкие подарки. В дальнейшем это соревнование планируют сделать ежегодным. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.